Здравствуйте, это я. Небольшой анализ и результаты майнинга по алгоритмам Криптонайт. Судя по отвалившимся вот этим ригам, вы уже наверно догадались, что я перестал майнить Криптонайт Хэви на 2 гигабайтных карточках. Это стало немножко невыгодно, потому что сложность растет очень сильно на монетах практически на всех Криптонайт Хэви. Я сейчас на поле сижу Майнер Рокс, и что Хэвен, что Локи, что Сумо на 2 гигабайтах очень сильно просели. Я перешел обратно на алгоритм Криптонайт В7. Тут мне подсказали один блогер, на которого я подписан, порекомендовал такой сервис CryptoUnit.com. Это калькулятор для Криптонайт алгоритмов. Да, он хороший, но я заметил то, что как-то он не очень активно обновляется, и информация тут очень старая уже. Сейчас вот на первом месте якобы стоит графт, но он буквально вчера ушел очень низко, и сейчас на нем майнить невыгодно. Можно это посмотреть банально на вот том же самом Майнер.Рокс, есть калькулятор у каждого пула. Если выбрать графт, вот он здесь. Во-первых, проанализируем график сложности. Видите, как она выросла буквально с 16 мая. Вот за 3 дня она выросла с 2 до 5, то есть в 2 раза минимум она выросла. Сейчас она просела просто потому, что, видимо, майнеры многие поняли, что что-то здесь не так и не очень выгодно, как это хотелось бы. Но на самом деле, вот смотрите, у меня на карточках Sapphire максимум выдает 420 хешей, и это 56 центов всего. И если мы посмотрим Майнера на этом же пуле, ну тут удобно, можно калькулятор сразу вбить все. И введем хешей, тот же самый 420. Мы увидим уже здесь 59. Немного больше. Но учитывая то, что графт это шиткоин, так называемый, который совсем недавно появился, и непонятна его судьба, я в него не верю. Я лучше буду майнить Майнера. А тем, кто майнит на долгосрок, я тем более советую лучше перейти на Майнера. Есть еще другие монетки. Например, тот же Intense, сейчас выдает гораздо больше. Причем тот же графт разрекламированный. Как видно, 64 цента. Поэтому, если вам нужно здесь сейчас зарабатывать, рекомендую Intense. Ну и здесь, посмотрите, еще есть кое-какие монетки. Вот сейчас Masari хорошо себя показывает. Но Intense, по-моему, больше. Поэтому, даже если сюда вбить, вот, убрать Yes, вбить мои параметры, 420, 280, нажать Calculate. На графт не смотрим, информация устарела. Видно, что Masari, Stellet, Monero и Intense. Я это проверил и решил, что все-таки на Майнера остаюсь. Если разница между Masari, там, Intense и Майнера одинаковая, я лучше буду майнить Майнера. К тому же, его майнить хорошо на долгосрок. Я пока его складываю. Монетки, которые были на CryptoNight Heavy, я тоже сразу продаю. Не держу ничего, сразу биткоин перевожу. Я в них не верю, на самом деле. Ну, дело ваше, конечно, можете и майнить на долгосрок. А вот что-то и выстрелит. Тот же самый, вот, Sumo может выстрелить. Ну, я как-то не особо, я больше верю, что биток выстрелит, чем Sumo. А вообще, если прям майнить на долгосрок, то, конечно, лучше взять вообще монетки в топ-10, а не покупать вот эти шиткоины. То есть майним то, что выгодно, и покупаем то, что выстрелит реально. Так, 4-гиговые карты я все еще гоняю на Heavy. Это гораздо выгоднее, чем переключаться на V7. Потому что хешрейт у меня, как я уже в предыдущих видео показывал, на многих картах у меня 580 на Power Color. Поэтому тут неплохо. Все, пока. Такой же примерно хешрейт на V7, так что я пока не вижу смысла переключаться. Ну, и теперь покажу фокус опять очередной. Или чудо. Как видите, 470, 470, 480. Ну, и дам вам пару секунд, догадайтесь, что за это карты. Можете написать в комментариях, кто не успел. Не пишите, показываю. Разгон у меня такой, 1302, 2050. А это видеокарты MSI RX 550. На ядре Lexa или Леха их там называют. Они у меня разогнаны. Подобраны тайминги. Ну, на самом деле, я там особо не подбирал, по-моему, я выбрал там два варианта. Да, забыл посмотреть. Память Unix. Несмотря на то, что говорят, эта память длинная. Тем не менее, смотрите, 580. Сейчас я подключился по удаленке. Вы знаете про проблему SRB-майнера. У меня нет эмулятора, и карта одна отвалилась сразу. Ну, если посмотреть выше, видите, что он майнит прекрасно. Тут почти до 490 даже доходило. Вот такие чудеса. Карточка, которую я купил когда-то там за 6000 рублей, показывает вот такое. Ну, я покажу сапфиры. Те, которые говорят лучшие карты, они 430. Хотя, на самом деле, они были дороже, чем MSI-ки на 500 рублей, по-моему, в свое время. И сейчас, по-моему, они от не самых дорогих. Ну, вот они такое показывают. Я не могу больше выжать, чтобы я не делал тайминги подбирал, мучил их там, разгонял. Разгон, они у меня выше 1950 не держат. Точнее, держат 2000, но как-то нестабильно они потом отваливаются. Поэтому я ставлю на 1950, они работают нормально. Ну, и тут то же самое, как видите. Сейчас одна карта отвалилась, это все из-за удаленного доступа. SRB вышел 1.5.4. Рекомендую обновиться. У кого там 153. Опять что-то они починили. Я уже не смотрю, какие изменения. Просто обновляю и вижу, что результат все лучше и лучше. Или может мне это кажется. Так, ну вот такие результаты. Что делаете? Там выводы сами, считайте, смотрите. В калькуляторы особо не верьте, проверяйте лучше все сами. Если так дальше пойдет и сложность будет расти, я подозреваю, что придется опять возвращаться на алгоритм Таггер Хошемота, там майнить какой-нибудь пирл. Но пока вроде на Криптонайте все неплохо. В крайнем случае тут есть еще много-много монет. Что-то из них будет держаться, что-то падать. Так что будем перескакивать. А пока я майню Монеро. Переключился на Nano Pool. Вот все мои 2-гиговые карты здесь. RX 560 не показал. Они у меня, по-моему, по 500 майнят. Это 2-гиговые карточки. Тут у меня эмулятор есть, ничего не отвалится сейчас. Ну какие-то тут 504. Но вот 504 это, по-моему, у меня на памяти Samsung. А 490-480 это, по-моему, Hewnix. Они все примерно в пределах 2000 разогнаны у меня. Работают прекрасно. На алгоритме Heavy они показывали 330-350. Но я решил их тоже пока на Монеро переключить. Ну вот так. Все. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok